Как вы спите? Где вы спите? Эти вещи я вынес из монашества и хотел бы найти время, чтобы поделиться ими. Возможно, это поможет кому-то, кто испытывает трудности со сном. В последнее время сон был большой проблемой для меня. В течение многих лет у меня не было качественного сна. И это стало проблемой. И мне приходилось принимать снотворные препараты в течение пяти лет. Но когда я попал в монашество, все мгновенно исчезло. Когда они научили меня, как правильно спать, моя проблема со сном просто исчезла. Поэтому сегодня я хочу рассказать, как они учили нас, монахов, правильно спать. Возможно, вы сможете применить эти способы в своей жизни, чтобы улучшить сон. Монашество действует очень хорошо, так как оно учит вас делать вещи по их прямому назначению. Например, спальня предназначена для сна. Когда мы впервые пришли в монашество, нам дали палатку. В этой палатке не было ничего лишнего. Все, что у нас было – голубой коврик для йоги. Очень тонкий и совсем неудобный. Вместо подушки у нас была одежда. В том числе вот этот халат Санкети, который мы надеваем поверх основного халата. Затем мы обматываем его желтым нагрудным поясом. Мы заворачиваем его очень красиво, а затем используем как подушку. Это интересно, потому что, когда вы спите на нем, он фактически разглаживается. Так что это что-то вроде нашего утюга. Таким образом, это служит двум целям. Во-первых, наши халаты хорошо разглаживаются. А во-вторых, мы используем их в качестве подушки. У монахов есть два комплекта халатов. И другой мы используем как одеяло. И затем спим на тонком коврике. Вот из этого состоит наша кровать. Для нас это было важно, потому что дома в нашей спальне все захламлено. Люди используют спальню как гостиную. Некоторые из нас едят здесь. Я не знаю, кто из вас чувствует вину, когда сидит за компьютером, делает офисную работу в спальне. А также ест, болтает по телефону, смотрит телевизор. Так что эта комната, предназначенная для сна, теперь стала служить разным целям. И мы используем ее для всего. Как офис и гостиную, как столовую, смешивая и комбинируя. Поэтому, когда приходит время спать, это влияет на нашу сенсорику. Такая работа в спальне приучает нас к тому, что нужно быть активными и думать. Наличие такой обстановки приучает наш разум к тому, что когда мы входим в спальню, в нашем случае это палатка, значит пришло время спать. Ничего другого. И это приучает разум и развивает привычку быть спокойным. Еще один совет, которому мы научились. Опять же, кровать монаха неудобна. Одна из наших заповедей заключается в том, что мы не спим на высокой и роскошной кровати. Когда я впервые услышал это, то сказал, «Я не понимаю, какое это имеет отношение к чему-либо». Но опять же, в монашеском обучении многое вначале не имеет смысла. А теперь имеет большой смысл. Одна из привычек, с которой мы часто боремся, это лень. Дома в Малибу у меня хорошая кровать. Удобная кровать. Роскошная кровать. Одеяло из гусиного пуха и подушка из гусиного пуха. И когда вам так удобно, вы не хотите вставать с кровати. Но в монашестве все было наоборот. Когда у вас тонкий коврик для йоги, который не так удобен. Когда у вас нет мягких подушек и одеяла. Когда приходит время просыпаться, вы просто встаете. Вы не сидите в кровати. Не валяйтесь без дела и не тратите остаток дня. Когда вы спите на чем-то очень простом, это помогает бороться с желанием быть ленивым. Так что для нас, как я уже говорил, тонкая низкая кровать на земле – это проще. Вы просыпаетесь, собираете вещи и готовы начать день. Так что попробуйте. И последний совет, который я хочу предложить вам. Чувствую, что он самый важный. Я никогда не понимал его. Когда я впервые пришел в монашество, одним из факторов, почему у меня были проблемы со сном, было то, что не знаю, как до этого додумался, но перед сном я выделял момент, чтобы поразмышлять. Но делал это неправильно. Я размышлял о своих проблемах. Я думал о проблемах, которые у меня были в течение дня. Думал о работе, которую мне нужно было сделать на следующий день. Я думал о некоторых конфликтах, думал о некоторых разногласиях. И для меня это был момент, когда я ложился в постель и просто час, иногда два часа размышлял, что я могу сделать по-другому, как я могу это изменить. Я помню, как пришел в монашество и спросил своего монаха-учителя, «Мне кажется, я неправильно ложусь спать. Есть ли у вас для меня какие-нибудь советы? Как это делать?» И это было так мило, потому что монах-учитель просто немного посмеялся. Не чтобы посмеяться надо мной или что-то в этом роде, но он посмеялся и сказал, «О, ничего себе! Это неправильное время для размышлений». У меня сложилось впечатление, что каждый день я должен просто думать об этих вещах, а потом думать, как я буду делать это по-другому на следующий день, чтобы изменить привычку. Но мой монах-учитель говорил, «Нет, знаешь ли ты, что последнее, о чем думаешь, когда ложишься спать, автоматически становится первым, о чем думаешь, когда просыпаешься на следующий день?» И это происходит со многими людьми по всему миру. А, возможно, и с вами. Когда вы сидите или лежите на кровати, наступает вечер, и вы весь вечер думаете о своих проблемах, и, наконец, вам удается заснуть. На следующее утро вы просыпаетесь, и первое, о чем думаете, это та же проблема. Так что на самом деле вы почти не спали. Вы даже не выспались, и ваш мыслительный процесс продолжился. Звучит немного странно. Но я просто делюсь этим, потому что это изменило весь мой режим сна. Одна из вещей, которым они нас учат, это засыпать в море хороших вещей. Это значит, что нужно размышлять не о своих проблемах, а о добрых делах, которые вы совершили за этот день. О том, что заставило вас почувствовать гордость. Особенно в монашестве мы всегда стремимся к самосовершенствованию. Мы совершаем утренние песнопения, мы совершаем вечерние песнопения, мы совершаем круг подаяния утром, что дает возможность людям отдавать что-то. Мы даем благословение, мы выбираем храм, мы выполняем работу по дому, помогаем общине, мы помогаем соседям, мы заучиваем песнопение, и все добрые дела, которые мы сделали за этот день, пожертвования, волонтерство, это то, что вам нужно помнить. Это то, о чем вы должны размышлять, созерцать. Такие вещи учат нас думать об этом и позволяют доброй энергии увеличиваться. Продолжение следует...